всем привет сегодня у нас на ремонте фен сейчас я открою эти винты и будем диагностировать фен мы раскрыли наблюдается здесь куча волос у него не хватит собственной мощности для вращения крыльчатки убедимся присутствие напряжения включаем сеть мультиметр готов не забываем о защите хотя бы минимальный не касаемся вот этих элементов пока у нас штекер ставлен розетку проверяем напряжение между красным и синим заходит ли у нас напряжение сюда отсутствует она непонятно где то ли лыжи не едут то ли я дурак с кабелем явно что-то не так то ли короткое замкание внутри то ли что сейчас будем отпаивать и проверять сам кабель ну и с феном у нас тоже есть неисправность тугой ход якоря двигателя сейчас я отпаяю сетевые провода запоминаем или записываем расположение проводов потому что при паятие в другое место недопустимо значит забыл сказать прежде чем начать паять обязательно выньте штекер из розетки эксперименты дело тонкое но я не думаю что вам понравится удар из розетки вот и причина собственно говоря сама вылезла наружу вышла жила кабеля сетевого сама а вы знали что эти перчатки медицинские перчатки немножко защищают от тепла вот такого если бы я сделал это на кожу то явно остался бы ожог хороший не повторяйте так это я просто для того чтобы вам показать проверяем наш фен на короткое замыкание путем прозвуки и сопротивления убеждаем что тестер исправный или нет тестер исправный 0 5 ом проверяем фен в режиме включения давайте мотора на второй скорости мотор исправен 42 ома проверяем в режиме тепла 26 он то есть короткого замыкания у нас нет фене если бы было короткое замыкание у нас наш тестер показал бы сопротивление щуков не больше 1 ома почистим двигатель от накрученных волос для того чтобы вытащить двигатель будьте осторожны с обмоткой статора надо нам вставить отвертку и упираться не на статор чтобы снять крыльчатку а на вот на вот такую вот обойму или как он называется крепеж подшипника направляющую будем упираться на нее и снимать крыльчатку вот так вот таким методом вот так если я поставлю на статор и буду упираться на статор мы испортим фен снимаем вот таким методом все наша крыльчатка снята продолжаем разбор фена мотор мы сняли почти вот он наш мотор осматриваем щетки щетки в порядке запоминайте расположением таких вот вещей сразу до того как вы снимете идут они сначала изолирующая шайба потом как пружина идет такая еще одна шайба который ставится поверх пружина между пустой вот наш враг протираем его старой смазки с этой стороны с другой стороны протираем здесь протираем внутри наносим немножко смазки сюда наружу здесь как бы пачка не качали наносим сюда немножко сюда собираемся на место для того чтобы раздвинуть щетки я использую просто пальцы раздвигая их вот так между ними ставлю палец засовываю якорь если есть возможность легкая возможность снять пружины сделайте это не поленитесь сохраните свои нервы у меня это делается очень просто следите за пушинкой придерживайтесь чтобы она не вылетела вот мои пружинки проверяем вращение вращения хорошие вставляем щетки обратно к как щетки стерты по отношению контактом якоря также их и надо ставить другому по-другому ставить не надо о господи пружинка вылетела продолжаем когда ставите пружины или снимаете следить чтобы они у вас не улетели а то искать их по всей комнате довольно таки неприятная ситуация осматриваем дальше чтобы волосы которые находятся там или это посторонние предметы были вытащены надо их вытащить желательно вытащить вот так вот и потянуть всю эту систему с направляющих трубок всяких и освободить нагревательный элемент от посторонних предметов надо делать это очень аккуратно чтобы не растянуть вот этот нихром поднимать его категорически не стоит не рекомендую вам вынимать с места своего так как он растянется и будет болтаться что приведет его неисправности следите за тем чтобы ваши кабелёчки жилы не попадали на нагревательный элемент и не соприкасались подвижными частями двигателя зачистим наш кабель в том месте где у него ну видно было наверное изначально просто внимание обратила подозревал что здесь где-то обрыв кабель отрезаем чуть чуть ниже сантиметров на 5 сейчас мы все заводим припаяем и сделаем тестовый пуск двигателя точнее фена произведем запуск без крыльчатки просто в розетку ставим и проверим что ничего у нас не взорвалось бережем глаза бережем элементы чтобы не соприкасались с кабелями делаем пробный пуск все у нас исправно работает нагревательный элемент греет все производим сборку нашего фена вставляем обратно крыльчатку чтобы она свободно вращалась и не соприкасалась не соприкасалась корпусом двигателя у нас здесь не хватает элемента который не дает вращаться кабелю при его из при использовании этого фена или чего-либо подобного будем делать что-то свое я взял кусочек от пластиковой бутылки сложил пополам наживим сначала саморезы на нашу эту крепежную крепежный элемент пластинку баклажку бутылку наш кабель держится достаточно хорошо собираемся на свои места осматриваем ничего нигде не все прикасается проверяем на шляпе он работает отлично чистим сетку всем готов ставьте лайки спасибо за просмотр всем пока пока